Страдавние узоры, какие изъявляются подмерный стук ткацкого станка, сувесь минулого и сучасного. Коллектив Октябрьского районного дома Ромёствов стал лауреатом спецпремии президента Беларуси, деятшим культуры и мастерства. Завтра пероможцы отправятся в Минск, чтобы отримать заслуженную, але вельми нечаканную узнагороду. А сегодня до них завитала наша здымочная бригада. Мы готовимся к фестивалю Берегиня. Наши девочки вышивают такие вот сувенирные салфеточки. У Катюши наши даже вышитые белорусские резиночки. Кто тебе подарил, расскажи. Траджик вышивал на Новый год. Спецпремия президента Беларуси так само не быта подарунок. Всю лето Октябрьский дом Ромёствов, а значит 20-ти годовый юбилей. Каждый год добавляя и новые на керунке работы. Зараз тут можно навучиться больше к десятку Ромёствов. Например, ткать, вышивать плести поясы, ляпец глины, робить обережных лялек. Маэстри ведут глубокую доследшую працу. Кабьяк могла больше объёмно и текаво отновить культурные традиции и отметность Ромёста у людей, которые жили на территории Октябрьского района некольких ста годов тому. За этот час тут смогли отродить не только ромесницкие традиции протков, творить уникальный музей стародавних традиций, а и затекавить этой працей новое поколение. В данный момент мы делаем куколку-колокольчик. Колокольчик добрых вестей. Вот она состоит из трёх таких вот кружочков. Один побольше кружочек, один поменьше и ещё поменьше. Вот мы сначала... Дай, Ксюша, пожалуйста. Мы сделали вот сначала головку, затем одеваем, вот туда синтепон набили, и дальше ещё одну юпочку одели, закрутили, и третью юпочку закрутили. И оформили вот такие ручки. Ручки должны быть кверху, это как бы к солнышку. У покоя побоч дети учатся ляпить с глины. Без допомоги наставника не обыстися. Для девчонки працуют вельми захопленно и старанно. Их сегодняшнее задание – зарабить маленькое совяня. Моя – глубокий мифологичный сенс. Сегодня мы решили сделать такую совушку, как оберегать наших детей, чтобы она оберегала и сон у них, так как она тоже не спит ночью. Ну и чтобы знания в школе у них закреплялись хорошо, так как сова – это символ знаний. Дети отшувают, что тут с оправдой живет душа. А свой клопот, майстерство и любовь им каждый день дорадь терпливые майстри, их незменный керавник Татьяна Холодок. Для ее захование минулого, справа життя и гонорова обовязок. Боя – я саму навучила рамеоством бабуля. Разговариваем с информаторами вот этих ремесленных традиций. То есть, я еще раз повторю, с нашими мастерами. Конечно же, мы все это не только фиксируем на фотокамеру, но и зарисовываем в наименьшем масштабе с учетом всех деталей, с учетом всех особенностей. И потом, конечно же, происходит очень большая работа. Мы обрабатываем эти материалы. На основе этих материалов мы не только создаем шедевры, как я называю наши, но и создаем какие-то методические пособия. Коллектив Дома Рамеостау организует выездные выставы, вырабляя уникальную сувенирную продукцию, ше эксклюзивные весельные уборы. Кожный их день – это как целое житё, как особный шлях. Духовные скарбы, празых рукотворное у васабление, сенс деянности майстров и соправдное узнагорода. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» из Октябрьского района.